здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко вот уже много много лет по стране в самых разных регионах концу года но начиная можно так скажем прямо с осенью а вообще-то в течение многих месяцев идут всевозможные учительские конкурсы и конкурсы воспитателей они имеют разный статус они по-разному проводятся с разными скажем так задачами тем не менее смысл один нам очень хочется чтобы учителя и воспитатели наших детей были на самом высоком уровне ну конечно приятно когда твой учитель становится учителем года целый огромный большой страны это конечно же даже сам ты становишься учеником года правда поэтому сегодня у нас в студии довольно интересный разговор будет а помогут нам в этом люди которые в этом точно хорошо разбираются елена михайловна пахомова научный сотрудник мудпо центр развития образования член жюри всероссийского конкурса учитель года россии и член жюри нашего муниципального конкурса здрасте елена михао здравствуйте также ирина иванна лисицына присутствует здесь у нас в студии методист му инженерно-технологический лицей дошкольное отделение это особая такая форма дошкольного отделения руководитель методического объединения центра развития образования и член жюри муниципального конкурса в номинации воспитатель года вот таким образом мы и об учителях и о воспитателях поговорим здрасте ирина иванна добрый день ну во-первых хочется поздравить вас с тем что мы замечательно начинаем уже подводить итоги года и в том числе итоги года учительские тем более что опять сейчас и в госдуме и на уровне президента заговорили образование всегда говорят заговорили о том что нужна какая-то новая концепция какие-то новые поиски и решения и все это зависит прежде всего от учителей да на самом деле от учеников потому что они потом на выходе у нас да но за и зависит это все от тех людей которые их учат или михаловна вот вы как член всероссийского вот этого на жюри жюри все россии член всероссийского жюри можно сказать всероссийского конкурса вы как оцениваете вообще у тех людей которые участвовали в этом интересное мероприятие ну вот прежде чем сказать как мы их оцениваем я хотела бы сказать вообще несколько быстрее куда почему он потому что это такая неразрывная совершенно история конкурс насчитывает уже целых тридцать три года да не кузов это лишь 30 лет конкурсом вот в этом году уже был 33 возраст конкурса да это возраст такой солидные и очень солидная история на самом деле инициатором конкурса учитель года он так и назывался учитель года изначально стала учительская газета да да и именно она именно учительская газета поддерживает этот конкурс по сегодняшний день и мы можем ежедневно практически в учительской газете читать об участниках конкурсы что разного да это очень важно и не просто об участниках читать но еще и видеть их методические разработки и методические материалы и таким образом как бы получается так что мы все время придерживаемся этой линии линии распространения педагогического опыта в девяностом году был прошел первый конкурс 90 в девяностом в девяностом когда был еще советский союз и когда в конкурсе принимали участие все союзные республики добуси союзную получать конечно да успели он был все союзные и все союзные республики принимали в нем участие ну и как бы первым победителем конкурса был россиянин альцанг евгений суд армин учитель сельской школы что было вообще очень показательно сельский интеллигент человек очень высокой культуры и очень такого высокого образования я бы так сказала и это было очень важно в следующем году был победителем конкурса учитель физики из белоруссии и это тоже как бы было важно потому что все важны нет побеждает достойный предметник так называемые дам побеждает вот это это как было очень важное но как мы с вами понимаем в девяносто втором году случилось то что случилось и россия именно россия стала право преемником одного конкурса который был создан в девяностом году и с того времени этот конкурс неизменно проводится ежегодно и проводится во всех субъектах российской федерации и сейчас на сегодняшний день если пропустить вообще эту всю длинную историю на сегодняшний день вот в этом году в 2022 было 88 участников российского конкурса включая вот 85 это собственно те россияне которые были до сего в том числе луганская республика в том числе донецкая республика и вот и друге да и вот они итоги то есть мы как бы предполагаем что на следующий год будет 90 участникам пора что делать даже стараться возможно красиво будет тогда будет до 100 100 учителей да планирует стать учителя во всяком случае все это возможно и для конкурса вот очень важно что для конкурса не существует маленьких больших больших городов сельских учителей то есть это совершенно не важно потому что побеждает сильнейший на самом деле вот и вот в эту историю в эту историю наши люберцы вот вписываются они вписываются особо потому что уже в девяносто первом году наша валентина сергеевна сергеева была участницей российского конкурса вот тогда так что то что история так что у нас своя история и мы тоже можем говорить про то что мы как будто как такой такой субъект административного отделения мы тоже предельно предельно я хотел еще подключить к нашему разговору ирину иванну лисицына римана вот вы как раз член жюри уже муниципального конкурса и я так понимаю что ну собственно говоря и елена михайловна тоже и для того чтобы поучаствовать во всероссийском ведь хотел сказать опять союзным конкурсе необходимо еще поучаствовать вот в региональном и вы еще являетесь членом жюри именно в номинации воспитатель года потому что есть учитель есть воспитатель а в чем разница между воспитателем и учителем вот как вы считаете нужно не только учить но и воспитывать а что важнее научить то можно 2 плюс 2 равно 4 ну давайте сразу я вспоминаю оценка по поведению 2 а по математике 5 такие же варианты тоже могут быть ну конечно как воспитывать и но детство все-таки начинается дошкольного возраста да и поэтому здесь очень важно отслеживать то как кто находится с детьми в этом возрасте это конечно же у нас педагоги дошкольных образовательных организаций вообще не кажется святые люди потому что дошкольное образование такая ответственность мне кажется это большая ответственность хотя со взрослыми иногда сложнее договориться чем с дошкольными да но вот хотелось бы добавить еще елена михайловна сказала что вот конкурс начался в девяностом году а в люберцах он начался с девяносто первого года и с этого времени свыше четырехсот а участников конкурса которые добились а вот действительно областных лауреатов и достойно дошкольные педагоги выступали у нас на всероссийском уровне этой у нас бывали здесь победителей были да и я помню прекрасно это разговоры эта методика и пяти переживания это целая история когда не только тут же что еще важно что даже сами дети мне кажется им повезло когда они тоже участвуют в этом процессе как бы они понимают что от их участие ну вот уж кто учился на 100 процентов плане что за за это ников но и родители и родители это такой когда держка и у всех участников образовательных отношений а то есть конкурс он объединяет не только педагог делится своими педагогическими находками разработками да и растет во время конкурса потому что педагоги которые поучаствовали приняли участие в конкурсе и добились определенных результатов определенных высот другой статус для них внутренний даже конечно кто-то остается работать в школе и продолжает дальше становится педагогом наставником а кто-то занимает достойное место в управленческой команде кстати да это называется коммуникации слова коммуницировать по-русски может быть там не совсем правильно звучит но важный момент что вообще появление этого конкурса и наверное не не случайно происходит она вот на уже на этапе завершения советского союза вот когда вот на появилось желание что надо что-то поменять но реформа образования у нас постоянно но появилась возможность что действительно в любом уголке страны ты можешь заявить и себе приехать тебя оценят солидное жюри ты станешь победителем кстати или на холма кто в этом году победил в этом году вот мы всегда говорим тут же сразу начинаешь думать как срочно да вот в этом в этом году в двадцать втором стал победителем дмитрий лутовинов учитель истории из орехов и зуева вот и мы всегда гордимся когда московская область становится победителем кстати сказать московская область именно московская область последние годы трижды давала абсолютных победителей но могут уже жаль вас знаете как где-нибудь в липецкой области или в какой-нибудь там в иванове могут сказать что да ну понятно что там у них все в московской области там уже все свои сидят в жюри и все посчитали тогда не докажите что это не то это это совсем не так то потому что это совершенно невозможно жюри она она подбирается таким образом что никогда в составе жюри не будет представитель того региона из которого участник конкурса и поэтому жюри меняется ежегодно и примерно на 50 процентов то есть это совершенно одна замаливался года и в составе жюри всегда бывают те представители тех предметов которые есть в группе вот по этому принципу и у нас работает жюри то есть у нас если есть один учитель предположим музыки или изобразительного искусства то в составе жюри обязательно есть представитель этого предмета при этом он никогда в жизни не будет работать с тем в одной школе с участником это важно потому что вы понимаете но вы знаете что разговоров бывает всегда много в любом случае как в любом конкурсе и это пена она степенная она постепенно склынет потому что до конкурс это же люди но и что дарит до всего столько лет вот но конкурс сейчас уже приобрел такое звучание и такой авторитет вот в педагогической сфере что не принимать участие в конкурсе это это было бы неправильно не провести конкурс муниципалитете это совершенно невозможно а муниципалитете от ирина ивановна как-то младший член вот насколько на муниципальном уровне нравится вообще учителям принимать участие вот мне что-то подсказывает опять же это только мое мнение что кто-то может быть по желанию это делать а кого-то может быть директ директ директор хотя сказать директриса подталкивает говорит давай иди участвовать потому что нам надо школу придать как это происходит ну так это говорили о престиже конкурса и поэтому педагог который принимает участие в конкурсе будь он дошкольник или учитель образовок общеобразовательной организации он понимает какая ответственность на нем лежит он представляет не только себя на и представляете в коллектив до свою образовательную организацию и поэтому когда он добивается каких-то успехов потому что конкурс на это борьба это достойное соперничество всех участников да и все чемпионат можно да человек постепенно втягивается сейчас делаем небольшую паузу а после этого вернемся действительно поговорим как этот конкурс проходит и кстати как можно принять в нём участие что для этого нужно сделать какой подвиг должен совершить учить напомню что эта программа открытый диалог у нас в студии сегодня елена михайловна пахомова научный сотрудник ему дпо центра развития образования член жюри всероссийского конкурса учитель года россии член жюри муниципального конкурса а также ирина ивана лисицына методист му инженерно-технологические лице это дошкольное отделение как еще раз повторюсь самое ответственное руководитель методического объединения центра развития значит образование а также член жюри муниципального конкурса по или в номинации как сейчас говорят воспитатель года вот две очаровательные женщины сегодня у нас здесь в студии и они олицетворяют не только люберецкое образование но и все российское образование лен михайловна вот такой вопрос ну мы коснулись прошлой части уже понятно вот человек попадает в этот набор как это происходит от каждой области как-то кого-то выдвигают или от города значит на российский уровень до попадают представители каждого субъекта федерации поэтому вот их 88 летом раньше было меньше потому что не во всех регионах проходил конкурс но постепенно становилось невозможным не принять участие в конкурсе сначала внутри свой проходил внутри каждого региона каждого субъекта федерации проходит свой областной краевой республиканский конкурс зависимости административного деления да вот а для того чтобы выйти на областной конкурс проходят во всех муниципалитетах проходят конкурсы московский областной конкурс является одним я бы так сказала из самых представительных потому что это очень большая область и более 60 человек приходит на областной конкурс то есть вот представитель москву нашего муниципалитета он тоже поедет на областной конкурс и он будет принимать участие среди 60 человек это конечно всегда очень ответственно это конечно всегда вызывает большие волнения это естественно человек чувствует совершенно определенную и даже может быть дискомфорт какой-то потому что потому что мы не знаем кто приехал из соседнего региона вот сейчас у нас вот принимал участие в этом году нас было 20 человек потом там по определенным причинам по болезни кто-то выпал и вот 16 человек которые проходили конкурс от начала до конца он достаточно большой в нем много профессиональных состязаний они профессиональные то есть это и урок нужно дать это и классный час нужно провести но все элементы да да это и нужно представить на в методической мастерской свой опыт работы и есть такие моменты в которых учитель как бы не всегда принимал участие на таком высоком уровне и побеждает сильнейший и это всегда зависит значительной степени от того значительной степени от того какую поддержку он имеет у своего учреждения в очень ну там в ряде организации нельзя сказать что это везде в то есть школ проходят внутренние конкурсы еще и да а как же потому что для того чтобы попасть на этот уровень муниципальные нужная свара и мире с такой да конечно поэтому внутри организации проходит такой свой конкурс и это тоже нужно провести занятия это нужно провести классный час это нужно вну подготовку до внутренний внутренний конкурс он может иметь абсолютно свои собственные такие точки разве и она подтягивайтесь к нам по поводу внутреннего конкурса вот начинается же элемент тогда ведь как оказывающие конкуренция существует надо еще доказать что ты лучше чем в общем то чек с которым ты плече плечо к плечу так сказать работаешь вот насколько этот механизм отстроен и как внутри принимается решение что вот поедет она или она но правильно елена михайловна сказала что сначала это прежде всего конкурсный отбор в образовательной организации проводится то есть проводится такой же конкурс по тем же самым номинациям и критериям на основании которого педагогический совет учреждения принимает решение о кандидатуре которая будет представлять учреждение на муниципальном этапе конкурса туда и вы знаете опять же повторюсь это сплачивает коллектив то есть коллеги начинают помогать друг друга это уже не расценивается как соперничество не играет и серьезный такой а уже как поддержка правильно елена михайловна заметила что поддержка учреждения дает человеку очень много возможностей она дает ему крылья на конкурсе поэтому учреждению если он с крыльями победит или она то учреждению тоже присваивается определенный статус у тебя работает как минимум участник уже дали там финалист например этого конкурса тоже когда выходит например на следующий этап областной на лист из учреждения то поддержку уже оказывает муниципалитета это же другая покрыть крылья растут уже невозможно кстати сказать о крыльях да вот мы вы не спрашивали а мы совместно да а мы не говорили про это крылья крылья вот конкурсы крылья это взаимосвязанные вообще это не брошь это не брошь это символ конкурсы ах вот как а символ конкурса феликан а почему пеликан пеликан раз и по тогда пеликан распростер свои крылья давайте на 3 конятами вот вот такая вот у нас есть да вот это вот и вот вот она это это этот символ он олицетворяет именно конкурс учитель года это знает вся страна это знают за рубежом и река на еще русский как пелик пеликанят или как на и это маленький или гоняты значит почему пеликанчики почему пеликан является символом конкурса почему учительство тогда в девяностом году и выбрала именно пеликан у нас есть других регионах где-то журавль где-то цветок лотоса где-то в москве в москве вот вот такая чаша ладони и и росток который вот в москве так и такой вот символ но всеобщий символ или вот это да и это эмблема конкурса это пеликан почему пеликан по легенде пеликан эта птица которая в случае нужды не когда нет еды то птица пеликан вырывает из себя кусок и вскармливает детей своих да это это легенда не не выдумка и это это на самом деле так оно есть и так было и еще там в двенадцатом году в двенадцатом простите в двенадцатом веке еще вот этот символ пеликана был учрежден в регионах как символ заботы а у гимназистов царской россии на пуговицах был изображен пеликан вот да да и дают вы понимаете вот есть вообще такая дивная совершенно история и поэтому сейчас вот мы говорим крылья крылья которые простирает пеликан на своими воспитанниками и собственно говоря я вижу что помимо тут я вот почитал методические рекомендации участников конкурса а у вас еще есть огромный журнал когда мы делаем у нас в наше муниципальное образование мы ежегодно и выпускаем такой журнал который называется учитель-учителю давайте да что в нем в этом журнале вот здесь вот он выпуск 1 вот выпуск 2 вот здесь мы как правило публикуем все материалы которые приходят к нам с конкурса ой смотря упражнения для развития мелкой моторики например да например то есть это лучшие материалы тех участников которые проходят и через номинацию педагог года то есть учитель года вот и через номинацию воспитатель года вот и это способ диссеминации педагогического опыта и дело вы держите сейчас в руках педагогические находки секрет потому что но я тоже преподаватель правда уже в вузе но например дыхательные упражнения то что например в гитисе до обучают там театральном институте свеча исходное положение сидя за партой представьте что перед вами стоит большая свеча сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу а теперь представьте перед собой пять маленьких свечек сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькие порциями выдох это помимо всего прочего здесь масса вот растяжки упражнения интересная до упражнения на релаксацию и даже есть какая-то сводная табличка я смотрю здесь каких-то тоже значит ход урока вот прямо расписано здесь ну да это технологическая карта урока до технологическая карта урока по которой другой учитель может и это вот как раз получается что это не только просто ну вот как я говорил соревнования чемпионат а вот мы наш лучше а это именно еще обмен методиками потому что даже всегда существует проблема мы все время говорим вот в наше время учили так а в это так все время идет поиск они нормально да вот или михаловна потом эта методика ну вот вы выпускаете журнал с коллегами и так далее а туда наверхах что-то доходит уже в министерство образования ну конечно не беру на себя российский конкурс на российский конкурс вот наш василий петрович марков он был участником всероссийского конкурса он входил в число лауреатов конкурса он потом стал директором школы здесь в люберсах он и по сей день работает замечательный учитель физики его материалы были представлены на российском уровне и соответственно прошли распространение но есть еще и другие формы работы кроме журналов они в ресурс образования интересуются потом методиками победителей и участие да да конечно появляются вот знаете как в любой период времени мы могли бы сказать что это происходит по-разному вот сейчас скажем очень активно и популяризируется опыт работы и учителей и надо полагать что это через через какое-то время придут воспитатели как более молодая ветра потому что давай конкурс учитель годы вот вырос конкурс учитель годы российский от него пошли ветви ну да воспитатель года и педагог дополнительного образования все у нас в люберстах есть и воспитатель годы педагог дополнительного образования педагогический дебют для совсем юных и естественно вполне что вот эти материалы которые получаются они получают свое распространение они публикуются в методических журналах как у нас достаточно много ониange доступ к этим материалам обеспеченечная конечно-конечно Выпускаются специальные сборники этих материалов. То есть это не лежит мёртвым грузом. А сейчас есть возможность всё это показывать по телевизору. И поэтому есть, скажем, у нас такая форма, как это назвать правильнее, такой форум, который называется «Фокус в школе. Школа в фокусе». Да, и это очень интересно. Там может принять участие любой учитель, который прошёл через конкурс. Вот я тут Ирина Ивановна хотел подключить, потому что мы уже заканчиваем. Ирина Ивановна, не придавливают-то молодёжь? Вы знаете, здесь, наверное, всё во взаимосвязи. Молодёжь учится у более опытных, уже мудрых, скажем, кольфеев. И приносит что-то своё новое. И уже учителя с опытом берут что-то на заветки у молодёжи. И здесь происходит непосредственный обмен опытом, диссеминация педагогического опыта. Можно что-то взять у молодых. То есть вы можете, например, заявить о себе. То есть вы не сидите, я имею в виду, молодёжь, как мышки серые, тихонечко. Нет, нет. Вот пока старшие товарищи не выйдут. Ну как, коллеги. То есть есть возможность. Так что вам огромное спасибо в вашем лице, всем вашим коллегам. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин